Забавно все-таки, что мы вот вчера хвалили викингов, до этого хвалили викингов, а они между тем движутся к тому, чтобы заработать в свое второе поражение. И если это все-таки произойдет, то перспективы у них будут не такие радужные. Хотя вот вчера, например, неплохо играли, сегодня уже об этого про них сказать, честно говоря, нельзя. И это очень печально и действительно настораживает. В то же время НИПы первое впечатление очень положительное. Есть один нюанс. Какого рода? Вот самые странные и заливные игры от викингов мы видели, когда они брали героевиспа. Да. Вот вспомни, тот момент с Вингой, когда мы все обсуждали, типа, ну кто так хвапо делает, почему на 100 хп и так далее. Это у них был против Вайда Героевисп. Сейчас вот игра, которая была максимально странная, против Вайда Героевисп. Я не думал об этом, слушай. Откажитесь просто от виспа. То есть у них реально не идет игра с Героевиспом. И все вот хорошие матчи, вчерашние серии против тех же ОГ, Алхимиков скрыли. Вот, пожалуйста, крутой герой из Китая. У них СВН есть, например. Есть СВН. Крутые исполнители есть. Первая позиция, вторая позиция. У них отлично исполняют третьи позиции игрок. Но иногда, вот в какой-то момент времени, где-то что-то идет не так. И раз за разом видим, что это что-то идет не так, связанное с драфтом, когда есть Героевисп. Это правда. Группа. Плей-офф. И Иммортал. Ну и бог с ним с этим виспом. Не обязательно же играть с тем, чем тебя только что разнесли в салат. Причем разнесли в салат, те же ОГ играли у нас и Керри Висп, и Пятерка Висп. То есть они его вообще по-разному ставят. Ну что, время для Керри Виспа? Поучаствую, я думаю, мне кажется, нет, кажется. Вообще, опять же, смотрите, вчера был не просто Керри Висп, а очень важный аспект и момент. Это то, что был Керри Висп по тролля в центр. Да. С Топсоном вроде как, да, он соединялся. И такой же лайнап у них уже когда-то был на Инте, и там был крутой халат с тем, что герой, допустим, то ли на Торренте Кунке подлетел, то ли на Тоси Тинни и не приземлился. Да. Потому что эти ребята настолько быстро бьют, что просто закатали героя с фухоп до нуля. И вот опять же, у них не просто висп, у них всегда, вот ты вспомнил, первая игра, самый первый матч, который они проиграли, у них было же не просто. У них там был Керри Свен, не Свен? Ну, допустим. Допустим. А Лакрити, у них был Инксвел, то есть у них постоянно какие-то бафы, тот же Сюрш и Дарксира. Из игры в игру с собой таскают именно героев, которые вот имеют возможность как-то усилить друг друга. А, у них первая была Войт, Войт и Вайда бафы. Причем, что интересно, висп-то большую часть игры вообще не бегал привязанным к кору, он в крипа бегал. Но он берет доминатор. Да, а с Таролем бегал все это время Абадон, и вообще, ребята, ну вот так, куда хотели, туда и шли. Рядом там пять игроков команды соперников бегают, ничего даже сделать не пытаются. А как? Так, вот это вопрос, да, потому что ничего не сделаешь. У тебя вот этот висп, из-за того, что он керри, он большого левела, у него крутые обилки, опять же, макшеный вершач, макшеный связь, тизер. И у тебя тоже за хилы Абадоны, влетит виспа, икс там два с половиной залетает в керри героя. И ты реально не можешь пробить. То есть они хорошо прочувствовали этот момент. Игры с бафами, игры с захилами, игры вот где ты постоянно дерешься и вынуждаешь противника драться. И у тебя есть вот эти ресурсы. Вот вчера мы обсуждали одну из игр. Сейчас вспомню, наверное, была первая серия или вторая серия. В какой игре был Татьхантер? Или Магнус. Магнус у Нави был с грифсами. И в первой карте был от них, и, допустим, третий был от файфменов. Действительно обсуждали, что прикольно, что есть грифсы, потому что это тот артефакт, который дает тебе возможность в рамках файта какой-то бонус себе получить, доказать. И в дальнейшем у тебя появляется абил, который позволяет тебе восстановить ресурсы между файтами и идти делать что-то дальше. То есть не подрался на базу ресториться, а продолжение. И вот опять же в рамках ОГЭ, как они все это дело реализуют, у них постоянно есть ресурсы. И они очень любят так делать. И вот сейчас посмотрим, что Викингил предложат на второй карте, потому что пока против Вайда у них реально самый плохой винрейт из тех героев, которые их обыгрывали, и с Виспом. Виспа уже нет, Вайд пока есть, но я думаю, шансы неплохие. Но не П очень приятно, Дивили. Это правда, это правда. Сейчас будем смотреть, чем удивят на второй карте. Пока что остаются верными себе абсолютно. Видим две камеры игроков. А смысл что-то менять, когда вы только что выиграли? Абсолютно никакого. Потому что Эра всю карьеру на том же Тине играет, что на Керри Тине, что на Медовом Тине. Он всегда фармил на нем сейчас. Концепция поменялась немножко у героя, но играть он явно не разучился на нем. Войд побеждает, отказываться от него тоже нет никакого смысла. У него, опять же, один из лучших вайнрейтов патча среди керри, спиритбрейкер. Ну, видимо, будет Дарксир пытаться выходить в бане. Значит, просто спиритбрейкер. Тоже интересно, потому что с Дарксиром понятно, как это работает. Куда его ставить-то там? Не, про то, что в основном, в любом случае, в бане, это именно концепт в том, что ты понимаешь, как работает круто Дарксир с спиритбрейкером, но насколько будет хороший спиритбрейкер без Дарксира, пока не совсем понятно. Чем-то похожим же вчера против Викинга 4G играли на первой карте, разве нет? Было дело, но, опять же, чем первая карта кончилась? Да, но начало-то было, ух. Ну, что начало-то? Там сейчас просто... В ВП до конца, до 50-х минуты и вторая карта была хороша, а потом, ух, что было. Я про то, что еще Тинни и свой дом, это неплохая связка, и наработанные уже команды было видно с закидыванием героя в хроносферу. То есть кто-то в нее не попал, но на самом деле в итоге попал. Так, это Феникс-тройка, да, судя по всему? Или Нича. Или Нича. Или Спиртбрекер. Извините за это дело. Спасибо, спасибо. Много конструктива. Да, много. Ну, потому что это действительно очень гибкие герои, ты можешь видеть каждого из них. Опять же, Ничу, видели от Фанника на третьей позиции, видели от Зая, Спиртбрекер на третьей позиции, видели, опустим, Мид, Феникса от Вихи. Можно. Игроки могут себе это позволить. Могут, но ты же математич, ты же понимаешь, что половина из этих сценариев, скорее всего, невозможна. Скорее всего, да. Но если бы меня спрашивали, что бы я тут делал, я бы не брал одного из этих героев. Потому что, ну, зачем, зачем? То есть, видишь Свойда, выйдешь в Тине. И у тебя вот такая вот трипла героев, каждый из которых на крупной позиции, но не вытягивает. И лучше тогда было отказаться от одного из них в пользу кого-то другого, кто будет вытягивать драку с Вайдом. То есть, тот же Андерлорд, тот же Рейс Кинг, то есть, какие-то герои, которые жирные, мощные, которые могут драться. Но здесь явно какой-то хитрый план Капкан, связанный с тем, что ты постоянно бегаешь, влетаешь. То есть, герои не завязаны на больших кулдаунах ультимейтов, кроме Феникса. Хорошие линии пока что вырисовываются. А Непам надо, опять же, как-то простоять, дожить. Это не самая простая игра для Шторма. Учитывая, что там уже есть, и что можно еще добрать. Там роли очень много. Три варианта у Грима. Хроны, там делаешь неприятные тоже местами. Шторма у Вайда, у Тинника засыпка. И при этом, опять же, ты его показываешь сейчас, не на 24-й, а вот прямо сейчас еще два героя могут появиться, которые вот, Перлина, душит его на линии очень сильно. До 6-го. Потом нормально он с ней стоит, там нормально делает, и в среднем даже чаще выигрывает, Турина чем проигрывает, по игре. Но линию, чтобы он выиграл, это крайне редкое явление. Но тут важный момент, опять же, это спидбрекер, который может хлопануть, переехать в центр. Шторма, кстати, тоже довольно низкий винрейт в патче. Там 50-ти нет даже близко, около 40-ка, может быть. Так, опять же, что я хочу сказать, Андерлорд в рамках паблика, герой, который лучший, показывает процент победности любого другого персонажа. До сих пор, да? Может, ущерб рождение, на сегодняшний не смотрел, но неважно. А в рамках про-сцен у него, там, винрейт, по-моему, тоже ниже 50. И получается, что все-таки два разных немного мира, и связано это, в первую очередь, опять же, с тем, что выборка паблика большая, у тебя там миллионы в день играют, а в про, ну, у нас вчера было три матча вечером, два матча утром. Он суммарно получает сколько? Десять, двадцать? Восемь человек сыграло. Да. Ну, только сегодня же лода горела в интернете, сегодня или вчера, там, в адрес наших англоязычных коллег, насколько я понял, он выразился, что аналитики проецируют какие-то идеи из паблика на профессиональные игры, а это две абсолютно разных вещи. Это вот, возвращаясь к разговору. Ну, он довольно разумные вещи говорит, потому что, опять же, в рамках паблика что-то может заходить хорошо, потому что ты играешь все-таки соло против других соло-игроков, что в рамках компетитив игры, где у тебя пять на пять не совсем работает. Да, это правда. Но он также сказал, что если вы будете проводить сравнение между проигрой и проигрой, то это звучит, да, не так уже плохо, потому что базовые какие-то аспекты и вещи там соблюдены один к одному. Так, ну и что у нас? Получается, кэри для викингов не хватает и оффлейнера, насколько я понимаю, для непов. Похоже. Давайте думать. Если же колонка закрывает справа от героя, который сейчас перевелся, дровка, не дровка, что-то. Не могу, не видно у меня. У тебя тоже колонка, да. Я просто сейчас жду, когда кого-нибудь из вас на крупный план возьмут и я посмотрю. Свена какого-нибудь. Доступен Свен? Там дровку убрали. Свен доступен, может быть, появится у викингов. Но это опять же герой, который фармит достаточно быстро, который опережает Войда, как правило, по фарму четыре героя создают игру, а он через 20 минут выходит и всех побеждает. С агонимом каким-то, си, мэднес, сборок очень много. Против Войда, говорят, неплохой герой, действительно стоит и делает. Но просто что, все-таки в оффлейн брать? Некров вставали, а фолиона убрали. Нет, с викингами забей. Понял, понял. Пока это, значит, 24-й, нас пока мало интересует. Вот он, 23-й, на ваших глазах. То есть примерная линия, это Тинни с кем-то, центр Лина и легкая линия Войд Грим. Все вроде как окей, но вот что под Тинни мы хотим увидеть здесь. Опять же, мне хочется героя с зацепом, героя с аурами. Опять же, андерлорд. Опять типичные кентавры, может, какие-то. Тауэр андерлорд. Кентавры не помнят. Снова Пангалер. Почему нет? Опять же, показал себя очень хорошо. Да. То есть какой-то герой, который, возможно, какой-то квапой-липаком в офф-линии, просто чтобы у тебя было сильное давление по линиям. Раминипы не будут его брать. Селёдку? Да. Ну, то есть зачем тебе селёдка под вайдай, если ты, может быть, герой, который вот будет либо какой-то хороший баф давать. Ну, погоди, разве мы не вчера буквально с тобой увидели, как это классно работает? Да, сто-то дело, что работал бы с любым героем на другим точно так же. То есть ты можешь взять легион, который поверх того, что даст скоростатки, тот же ДПС, что и селёдка, плюс-минус, но ещё на кивиски снимает дебаф противника. Может, опять же, какого-то... Ну, и рандомный клапу, который просто со скрима даст такой же эффект. Пангалер. В итоге Пангалер. Что ребята слева думают по поводу алхимика, скажите мне? Я думаю, они думают, что они не будут его брать. Потому что тебе надо будет запротектить ему жизнь как-то. Они не спейсят эти чувства. Есть чем душить этого алхимика. У тебя в рамках линии будет грустнота сразу, он идёт в лес и просто весь этот... Всё это душнилого уйдёт в шторма, которому вообще это вот не с руки. Ему бы вот как раз скидывает спейс, чтобы потом он тебе игру выиграл. Там будет игра по типу той, что викинги третью вчера проиграли. Лучше. За 20 минут. Потому что пока всё выглядит так. Все, при этом, опять же, есть ультимативная хрона против алхимии, которая его просто закрывает, и ты просто бьёшь. Нет хорошего сейва, чтобы это пережить. Скорее, какой-то другой герой нужен. Но они его взяли, поэтому не П2-0. Да, викинги как будто... Ну, они расстроены какие-то. Как будто они смешали всё в кучу. Вот знаете, вот в кастрюлю кинули всё, что из холодильника достали. Вот какое-то такое ощущение есть. Вроде всё тот же алхимик, вроде и герои всё знакомые, но... Не, опять же, понятно, как это примерно работает. Сейчас всё зависит от типов. То есть абсолютно всё. Очевидно, викинги сидят, вардят лес, ждут, пока алхимик выформит, пытаются не нафидить лишнего. В это время Нипы должны просто выиграть свои две линии с половиной и закончить игру, когда у них будет преимущество типа тысяч в пять над алхимиком. Дим, что скажешь? Я думаю, что тысяч пять они будут вести минут через пятнадцать, если всё нормально пойдёт. Всё зависит от шторма. На самом деле, если шторм провалит линию, то их просто зажмут, спушат достаточно быстро Нипы первый ряд вышек, и алхимик там себе места не найдёт в лесу. Я хочу увидеть 1-1. Я хочу, чтобы викинги, в принципе, эту серию выиграли, но веры как-то всё меньше и меньше. Да, действительно, насколько сильно команда отличается вот к данному моменту от того, что мы увидели от неё вчера. Ну, впрочем, ладно, зачем загадывать, если можно посмотреть игру, давайте также сделаем и это с коэффициентами от наших друзей из париматч. То есть посмотрим, полтора у Нинджас и пижамы с 2.48 у викингов, и это всё ещё бест оф три серии. Это даже не карта, разрыв по-прежнему очень невелик, любопытно. Ну что, давайте смотреть слово нашим комментаторам. смешали всё, что было в кучу, а потом употребили, после чего использовали это в драфте. Короче говоря, интересный драфт от команды викингов. Алхимик — это всегда темп, Алхимик — это всегда шанс как-то на сноуболицу, но в то же время, как правило, это отданная инициатива. И вот как они с этим будут играть, учитывая, что они первую игру всю вторым номером проиграли? Ну, видимо, их это устраивает, потому что вот алхимиков последнего времени, которых мы видели, линия у них не задавалась, им было тяжело, они там вынуждены были смещаться в лес, но потом, спустя там условно 25 минут игры, набирали свой Networks и в принципе уверенно выигрывали. Не знаю, как будет здесь. Опять же, Шторма кетчит чем? Хорошо здесь только у нас по-хорошему. Это хроносфера, такая вот хорошая загарушка, но линия у Шторма будет очень непростая, против Лины постоять, ну это нужно реально будет исполнить хорошо Буму. Здесь надеемся, что не подкачает. Причем отступать некуда, нужно действительно сильным быть этому Шторму. С другой стороны, у него есть Spirit Breaker в команде, то есть они могут под Spirit Breaker врываться, пытаться Лину убивать. Ну, очень важно хорошо стартануть. Вообще не помню, когда я последний раз видел алхимика, который побеждает. Ну, он же был, нет? Или? Я помню только поражение почему-то. Да, я как-то помню только поражение. Я пытаюсь еще раз вспомнить, выигрывал нас алхимика или нет. Вот в чем дело. Ну, в любом случае, прям таких хороших, уверенных алхимиков, которые бы полностью были защищены от нападок соперника. Более того, конкретно в этом драфте, ну, алхимик всегда хорош, если есть его, чем подбафать. А здесь мы не видим какого-то вот, опять же, того же Дарксира, который всегда хорош, потому что кастанет на милишника, он бежит, несется вперед. Есть Инча, но принципиальное различие Инчи и Чена в том, что Инча постоянно берет нового крипа. И как стакать в такой ситуации? Чен-то может там пойти застакать своими крипчиками, еще не тратить их. Так, ну тут битва за баунти руны, естественно, против алхимика. Да, максимально постарается не бы здесь забрать баунти, и пошел Тос уже. Эйра, кстати, очень больно. Опять же, мы знаем, что Тинни не армированный персонаж, это может быть ФБ на самом деле, долетит ли Спирит, долетает, но Эйра выживает по итогу. Плохо сыграли по баунти рунам викинги. Да, сразу же типа полетели от Панголера мы видим алхимику 3 в 1, но, да, алхимику будет сложновато. Опять же, вопрос еще в том, насколько хорошо себя покажет Инча, я так понимаю, снизу, которая должна, по идее, создать достаточно спейса для алхимика, чтобы тот хотя бы крипов добивал на линии, потому что, если еще и крипов не будет, то это полный провал для команды Вики и Джи. Нужно много крипов, нужно много спейса. Посмотрим, как этим всем распорядятся. Конечно же, очень хорошо выбили там кучу регенов вначале, за счет того, что там гнали Феникс вместе с Инчой, но это все мелочи. Да, переманивает сразу рейнджа, идет разминать оппонента. С другой стороны, переманенный рейндж, это всегда минус крип, да, это... Почему это рейнджовой крип? Да. Я всегда, вот честно сказать, я до сих пор не совсем понимаю этого мува, но его делают все. Наверное, хорошо. А, вот крипак, убил. О, этого, курьера убил. Да? Нормально. Ладно, окей, снизу, понятное дело, что будет пытаться фармить Алхимик. В миде у нас тоже непростое противостояние Шторма против Лины. Лина, такой герой, который за счет своей рейнджи приятной анимации атаки на линии реально может практически любого перестоять. Нюки хорошие. Вот так вот подстан, крипочка в динаешь, еще и харасить успеваешь под пассивкой, то есть Шторму здесь очень легко будет. Ну, благо, Шторм бронированный, брони у него много, и он за счет этого может потерпеть вначале. Подвушечкой можно еще поставить при гейнсе. Может быть, Бара поможет ему через какое-то время. Хорошо, вернулся Бум, сейчас забрал еще крипа. Вообще, Бум молодец здесь, конечно, показывает. Хорошее исполнение. Тут уже есть тучка у нас от Шада, поэтому стоять в ней лучше не надо. Наверху Тоби, я смотрю, под пробили. Тройка у нас, конечно, Феникс. Пытается помогать здесь и Рамис, но Рамис на таком герое играет, который, ну, так скажем, много чего интересного ты на нем поделать не можешь. И в какой-то степени должен молиться на рандом. Очень важно, когда он побежит вообще. Ну, во-первых, надо второй уровень взять, да, и вот очень важно, когда он побежит в мид и сможет ли он прибежать. На самом деле нет каких-то хороших вардов. Так, а тем временем Шад забирает ФБ. И вот это уже очень круто, потому что Алхимик, забирающий ФБ, это очень серьезный буст, во-первых. Во-вторых, в принципе, это говорит о том, что на линии развал происходит какой-то. Тини прогнали, забирают Панголера. Панголер еще и теряет экспу вот за всю эту пачку, которую мог бы получить. Это прям очень хорошо. 14-3 на Алхимике. Пробивает его, но там есть Таймволк, наверное. Да, Таймволк имеется, но тут погонящий Курьера можно забрать. Да, Тоби его заберет. Продолжаем Чарли пробивать. Чарли, конечно же, не заберут, но в любом случае неплохо. Прогнали Войда. Вообще все хорошо у викингов. Алхимик фармит 16 на 3. В миде Шторм фармит 14 на 3. Да, очень хорошо. Поэтому пока здесь Шад молодец. Вопрос в том, сколько баунтирун следующих заберут в себе викинги. Их хотя бы две уже устроят. Скажем так, с таким фармом и с ФБ Алхимик уже заимел достаточно много. Дополнительные баунтируны это будет сочно, но скажем так, если Алхимик стоит плохо, но забирает баунтируны, это хуже, чем если Алхимик меньше баунтирунами чуть-чуть, но при этом у него там фри линия. Это значительно лучшее фри линия для Алхимика, как и для любого другого кэрри. В случае с Алхимиком, наверное, даже еще важнее, потому что крипы-то дает очень много. Ну вот, как мы видим, справляется Шар здесь на линии. Я не могу, я не знаю, у меня в голове теперь ты сказал Чарли, ну и мы как бы вторую игру смотрим на Чарли, у меня в голове Чарли и шоколадная фабрика. Блин, сочувствую тебе, что могу сказать. Да, блочит спот здесь у нас эра своим телом, чтобы не давать крипов дополнительные кинч Амдрас. Это важный момент. Что это? Да, ну и Алхимик, ладно, здесь фармят, все, здесь у Алхимика уже старт хороший и дальше только будет все налаживаться. Тем временем обновленные коэффициенты, я так понимаю, на вторую карту от наших друзей с париматч. 1.65 на Викинг и 2. Ой-ой-ой, какая плюха залетела, ты видел только что? Да, да, да. И 2.15 на Нипов, здесь все еще фавориты Викинги, мы видим. Ну вот такие, аккуратные. Ну, аккуратные, да, но это опять же, они, Викинги у нас проигрывают по как бы сериям, из-за этого на общий матч понятно, что коэффициент не в их пользу, но так вот они фавориты. И после ФБ, после еще одного фрага, да, пусть Алхимик не забрал, это конечно плохо, что Алхимик не забрал, но хорошо, что в принципе фраг нет, и это фраг, вот он, вот он момент. Ой, я всю игру на самом деле вот смотрел на бару, не на линию, что происходит, а вот ждал, когда пойдет перетяжка, чтобы ее не пропустить. Я сначала подумал, что это соло фраг, но потом увидел там вторую иконку в миде, да, и понял, что нет, но в любом случае это минус лин, это уже хорошо, это опять же бус для мидера команды Викинг Джи, для бума, для шторма, лайнап у него был не самый приятный, линию он не проиграл, это уже хорошо, а теперь еще получается, что и получше себя чувствует. Легко объяснить, почему этот фраг состоялся, дурацкий совершенно вард, и то он поставлен, по-моему, не с самого начала, этот вард, вот, ну он не так хорошо видит перетяжки бар, он куда-то поставлен слишком глубоко, если спиритбрейкер бежит по нижней части, то в итоге Лина-то его и не видит, а Лина очень уязвима к таким моментам, шторм шестой, бар второй, и все, и на тебя бежит баратрум, если у тебя стана нет, в любом случае, даже если стан есть, ты вынужден тратить у нас спиритбрейкер, еще попробуй в него попади, это очень-очень неприятная ситуация. Ну и что, баунтирун отконтролленный, линия отлично стоит, 3500 химик, это очень хороший разгон, причем, в отличие от большинства игр, здесь помимо сильного химика, еще и сильный шторм, да и у Феникса не так плохи дела. Да, мы видим, что Алхимик уже смещается в лес, тут попытка выйти уже на вышку, пока что Рамис уводит грипов, но с катапульты, к сожалению, ничего не может сделать, а Суприм просто райт-кликом бьет. Он хорошо сейчас сделал, сейчас как раз вышка катапульта убьет. Да, 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 специально. Удивлено, что Суприм не стал пытаться спиритбрейкеру, ну хотя бы там дать стан, пару ударов, чтобы он просто не стоял вот так вот, не отводил. Там смог тем временем был, сюда подтягивается еще энчантрос, в надежде кого-то подцепить, но отступают, отступают НИП, Бум никого тоже не поймал, у него ДД просто в бутылочке имеется, можно было бы реализовать, попробовать, но нет, не вышло. Ну вот пока викинги красавцы на самом деле, потому что они не отдают свою вышку, даже первую, на шестой минуте. Алхимик сейчас получит определенное пространство, забрать его будет не так, чтобы уж очень просто, без потерь, потому что всегда будет контратака в виде спиритбрейкера там или шторма, ну и вот, пожалуйста, шестой уровень и поехал. Фармим Рэдденс. Я думаю, что к пятнадцатой минуте, если все будет хорошо, то у Химика будет Рэдденс плюс что-то еще, ну, какие-то деньги, карманные. Да, в любом случае уже хорошо все для Шада. Не знаю, такое ощущение, что делать сейчас по карте Нипы. Как-то они тушуются, перемещаются. Фармит, конечно, Воид, но у Воида пока скромный фарм. И ему не тягаться с Алхимиком, конечно, вообще никак. О, все, до свидания, Воид. Да. Ты берешь там на пятнадцатой секунде, ну, после выпадения первых шмоток выпадает Айрон Талон, это еще сильнее бустанет Алхимика. В то время как, естественно, у Нипов ничего нет, потому что они там только один спот фармят. И вот. Нападение на Лину, пытаются забрать Суприма, но как-то немножко захлебнулось нападение, Лагуна Блейд и минус Бум. Бум переоценил свои возможности. заруинил вообще. Напал один, ничего не видел. Тут даже не факт, что он Лину в принципе забрал бы. Ну, вроде бы Арамис бежал, но, опять же, да, слишком рано задавил, как по Мешторм. Но окей. Хоть какая-то радость для команды Нип, они делают свой первый фраг в этой карте. Все пока что делает Бум в этой игре и отдает фраге. Так, чардж. Неплохо, кстати, залетает сетка, но здесь Эра. Арамиса просто так не заберешь, там еще и бульдоз имеется. Полетел снова Шторм. В этот раз Лагуны нет, но тут Эволан шумеется, Шторма снова восстановили. Он получает стан. Если Бум, если он сейчас умрет еще раз, то это вообще фиаско. Конечно, он умрет. Но куда он полетел-то вообще? О чем он думал? Не знаю. Что это вообще за игра такая? Понятно, что он мог попасть в Лину, но он бы ее все равно забирал с небольшой вероятностью. Причем сам уже отступить не мог. Ужасная игра от мидера команды Викинг. Вот этот фраг, который он сделал благодаря спиритбрекеру, вообще не штопсорный с тем, что он делает сейчас. И тут сразу же ответочка от Нипов. Они выходят на вышку в миде. Есть хроносфера, могут подраться на самом деле. Глиф был потрачен, Арамис прячется. Ну что, третья попытка. Бум летит. Бум летит на фуллману. Нет, нет, уже не летит. На фуллману, к счастью. Но он просто там разгонялся с фонтана, видимо, пока эффект регенерации был, чтобы быстрее дойти на ноге, потому что у него КД. Давай, лети. Вот сейчас, вот сейчас отличный момент. Сейчас или никогда? Это шанс. Нет. Все, Бум говорит, я в тильте, два раза вымер не буду. Арамис умрет сейчас, скорее всего. Чарли ставит в шоколадную фабрику, забирает двоих, в итоге Суприм. Это очень круто, что именно Суприм забирает. А Бум стоит, фотографирует, известно, Суприм, как дела? Бум, да, Бум нормально. То есть он два раза залетел, отдался, а в момент, когда он не залетел, не отдался, это сделало его команда. Это, знаешь, классическое, паберское. Ты врываешься, пацаны, вы где, почему вы меня не поддержали? Второй раз врываешься, тоже умираешь, когда тебя никто не мог поддержать. Потом все, я в тильте, я в АФК. Слушай, но здесь такая ситуация, двоякая, я бы сказал, что Бум, конечно, руинит, его команда тоже, но из-за того, что Нипы бегают в пятером, забирают вышки, не скажешь, что слишком быстро, ты посмотри на Нетворс Алхимика, он просто улетел за это время со своим аэрон талоном, нереально жестко оторвался и может оторваться еще сильнее, если сейчас подконтролят Баунти Роны. Да, вот у нас как раз таки статистика подоспела, Селари умрет сейчас, но вообще вся команда викингов погибает. Так, пошел Спирит Брекер за Баунти Роны, но безобрал. То безобрал, две как минимум есть. Хорошо. Ну и все, Ахимик значит еще оторвется сильнее после этого, потому что 2 на 2 это в его пользу. продолжается в армию. Снова ДД, давай Бум, пора, поехали. Кого-нибудь, пора врубаться. Нет времени объяснять. Да пожелай ты им, ни пуха, ни пера. Кстати говоря, Рейденс будет даже не на 15-й. Нам показывали статистику, что действительно самый большой Нетворс, и это может быть не рекорд для Алхимика вообще в принципе, но для нашего турнира и для Алхимика за последнее время это действительно сверхвысокий результат. Радик вот уже появляется. Реально тут Алхимик, пока они там возятся, пока они разбираются, может сложиться такая ситуация, что Алхимик станет настолько силен, что он потом в какой-то момент побежит еще и заберет стрики со всех. Да, мы напоминаем, что у нас под трассляции есть баннер от наших друзей с париматчем, пройдя по которому вы можете получить бонус, как у Алхимика, до 100% на первой депозиции, так что... Я так понимаю, что врывы Бума остались... не остались незамеченные, и коэффициента уже нет. Ну да, тут как вот после такого? Действительно игра... Причем, смотри, на Бума, он еще и топ-2 Нетворс имеет, вот несмотря на все это. Набивают стрики, реально. Да. И сейчас Химику останется только ворваться и эти стрики забрать в какой-то момент. Ну, Алхимик, конечно, будет богатый, но за него все равно боязно, потому что бёрст урона очень много у НИПов, они могут просто стереть, там, если Алхимик где-то поставится под дизебл какой-нибудь, там, Лина с лагуной, Пангольер вкатится с вэшбакл, залетит, Тинни с раскастом прыгнет. Это очень много дэмэджа, поэтому здесь нужно будет как-то, ну, наверное, БКБ себе какую-то собирать в любом случае. Да, следующим, следующим артом. Просто, как бы, БКБшка-то у него будет, я говорил про 15-ю минуту радианс плюс что-то, а у него, возможно, будет на 15-й радианс блинк и половина блэкингбара, если прям все хорошо сложится. Сейчас вот вышка как раз падает, он продолжает фармить все это время. И какие-то совершенно... Вот я не знаю, как викинги строят так свою игру. Они уже вторую игру проигрывают к ряду по фрагам, но ты посмотри на фарм не Алхимика, а остальных героев. 4 900 Шторм, 4 400 Феникс, да у них даже вторая и третья позиции опережают вторую и третью позиции оппонентов. То есть, на самом деле, какой-то разнос, причем непонятность чего вообще. Неужели настолько медленно фармят Нипы? Ну да, Войт не самый быстрый фармер. Единственное, кто хорошо может фармить, это, наверное, Лина, да, там как-то пытаться, но Лина тоже не особо сильно как-то вырывается. Они по всем позициям проигрывают по Нетверсам, просто по всем. А Алхимик везет Войду 4 000 при этом. А, там еще и Мидасик, вот оно, нападение на Шадо, как раз таки. Не хватает урона, сюда уже врывается Арамис, атака захлебнулась, Сандрей, но Лагуна залетает вовремя, в итоге забрали Алхимика, неплохо. Суприм, конечно, погибнет здесь, не успевает Пангольер, Незерстрайк залетает еще по Эре, Эра пытается убежать, будет замедление, летит вперед еще Феникс, не жалеет еще и Супернову, Эра также отправляется в таверну, ну и вот такой вышел размен. И не все, это еще не все. Не успевает, не успевает Арамис. Чуть-чуть не хватило буквально, но спорно, очень спорно, они забрали Химика. Надо посмотреть рекап, и там уже будет видно, но все равно больше заработали викинги. Ну да, викинги больше заработали, более того, я бы не сказал, что Войт там какие-то колоссальные деньги за это время поднял, Химик сейчас выйдет. Если такими темпами все продолжится, Химик, конечно, будет меньше, но в какой-то момент они уже не смогут зайти и убить его, не потеряв там, не знаю, всех вообще, кто зайдет в лес, потому что очень сильно бустятся другие герои. Как минимум, когда БКБ появится у Алхимика, с ним уже будет сложно бороться, а БКБ здесь появится очень быстро. Вот, ну окей, в любом случае, 6000 преимуществом, но мы понимаем, что большая часть, конечно, в Алхимике. Сейчас сразу БКБ он им сделает, сейчас это отличный выбор. Вот Shadow, респект. Он сейчас делает БКБ и просто вломит всем, кто будет заходить, что-то делать. Еще и Вард, кстати говоря, спалили прошлым выходом. Ну это как бы не то, что Вард не окупился, просто я к тому, что они потеряли двоих героев, чуть не потеряли троих, и при этом еще и Вард сейчас забирают. А Химику, в принципе, ему пофиг. Он, ну разок погиб, ну ладно, ну и что, зато все равно у него в два раза больше войда. Да, еще огромный минус, то, что Войт там пока что без ПТ-шки даже, с этим Мидасом. Без ПТ-шки? Да, ПТ не было готово. Это, кстати, очень плохо, потому что, ну ладно, хотя бы сапог есть. Ну вот ПТ летит уже, я так понимаю, дальше будет МОМ. Ну опять же, обычно, когда играешь на Войде, ты МОМ. Смотрим. Чарли. Не покупаешь. Шарамис, похоже, здесь загулял. Ну он выигрывает максимум. Ну слушай, его очень долго будут забирать. Он сейчас еще Баншубу успел сломать, она даже сама спадает уже от времени. Его здесь, конечно, заберут, не соберлась зря, мне кажется, прожаловалась. Да вообще, что-то как-то очень много всего выигрывает. Просто, опять же, вот Мидас на Войде, ты не можешь перетамповать Алхимика. Это невозможно. Так, в Мид перетяжка, будет, возможно, Хорносфера, неплохо Бума подловили, отличный фраг. Опять. Ну, классика. Да, опять, опять Бум фидит. Динает еще Тавр, Нипы молодцы. Не отдают деньги, правильно, надо Баунти Руны обязательно забрать, как минимум две, они заберут тоже хорошо. Но Нипы вообще красавцы. Они, несмотря на то, что Алхимик такой богат, они пытаются из ситуации выжить максимум. Максимум того, что могут сделать. Он все равно их порежет. Ну, что поделать. Да, это прям какая-то... Это следствие того, что вы не смогли задушить его на линии. То есть, если бы сейчас на линии, такой старт бы хороший не был у Шадо, он бы сейчас только вот дофармливал, наверное, бы себе Рэддинс, да, и только вот начинал бы фармить БКБ. Тут БКБ уже, считай, готовы лить. Я просто ставлю себя на месте Нипов. Вроде бы не так много времени они тратят. Вроде бы еще и драки выигрывают одну за одной. Но только одну проиграли. Ну, вот сейчас, кстати, может быть очень неприятный момент. Аберлайда умрет. Но при этом... Там Шторм еще нападает на Грима. Минус Грим. Да, очень плохо отдает два фрага. В такой ситуации им вообще нельзя отдавать фраги. Короче говоря, они посмотрят повторы, подумают, мы вроде нормально все делали, а почему же нас так отфигачили-то? Почему Химик... Так, Химик. Ну, потому что вы на линии ничего не сделали ему, как минимум. Ну, да, но... Аркейн руна еще для Бума, чтобы почаще врывался. Вообще, да, это начало конца. Я согласен, потому что Алхимика теперь вообще не пробить никак. Свежая БКБ, 10-секундная, очень сильный. Две баунти руны, как минимум, забрали уже неплохо для Алхимика. В идеале бы забрать Рошана, какого-то, конечно. У нас, по идее, я вот не знаю, насколько верно отображается количество золота. Ты про что именно? Именно про количество золота с баунти руна. То есть мы увидели количество, надо будет узнать у наших. Мне наверняка уже в телегу там пишут, но я не могу зачекить во время игры, отображается ли с учетом Алхимика, или это там просто какая-то... Ну, по идее, должно отображаться с учетом Алхимика. Я думаю, да. Химик получает за баунти много. Но самое забавное, что Химик-то, он получает за баунти много, но скорее это касается больше баунти руна. Берла, это неплохо здесь прожигают. Хорошая супернова, сломать, наверное не успеет, а успели. Там буквально одного удара не хватило, чтобы она взорвалась. Арамис чуть-чуть не успел помочь. Если бы помог, то тут они могли бы и воин разобрать. Что по чарджу? А нет, не успеет уже. Стам получает очередное, снова Кобра его душит, и поэтому Арамис, наверное, тоже погибнет. Или нет? Да, он у него чардж откатил, он может бежать. Беги, беги, бычет, беги! Он отменил. Он отменил, потому что Лина его задует, если он выиграет тонну времени. Шикарно. Хорош. Просто, насколько же он хорош. В итоге, они поменяли тройку на тройку. Вот, кстати говоря, вот он. За руны. За руны. На 600 золота больше. Ну, больше мне нравится параметр Азер, который 6600 против 2600. Это вот как раз таки с пассивки, сколько Алхимик за фарм заработал. Да все здесь. Да все, его не убить. Он сейчас Тараску соберет, его не пробить никак, потому что у него реген. Там 100 плюс регена, потому что постоянного будет. С ультой еще включено. Ну, все, это невозможно. Здесь нет какого-то аппарата, да, который кинет ультимейт условно. Нет Весола. О, смотри, у нас есть Гривил с Грид. А, 4700. 4700 золота с Гривил с Грида. Нормально. Респект. Респект тем, кто составлял табличку, а тем временем. Митри, драка, нападение, пытается Суприма забрать. Он успевает дать Лагуну. Задувка на развороте. Проблема у Рамис. Рамис погибает. Погибает также Бум. Снова классический врыв от Бума, который закончился с Мирсю Селлари. Затолкали забавно на ХГ. Команда НИП. Он тоже погибает. Минус 3. Делают НИПы. Хорошо. Ну, хотя бы на фрагах как-то НИПы. Они дарят нам надежду, но надежды нет. Алхимик все равно всех убьет. У него СНС Ринг. Невозможно с ним ничего сделать. Это жесть. Это просто бессмертный герой сейчас будет. Его нечем контрить здесь. Но чем его пробивать по-хорошему? Вессела нет. Чем? Ну, Шивы, Скади, прочего тоже не имеется. То есть, аппаратов в пике тоже нет. То есть, он будет просто бегать и бесконечно фуловым быть. Ну, шанс у НИПов... Только за берст какой-то демэдж, за... Без ультимейта, во-первых, его поймать. Без БКБ, да, под какой-то хрона, чтобы все идеально залетело в него и только тогда попробовать по-быстрому снести весь толп ХП. Шанс у НИПов 1 это сейчас как-то перевести игру в лейт, где алхимик упрется в количество собранных слотов. Перестанет развиваться, да? Ну, да, потому что на самом деле, вопреки вот какому-то стереотипу, который есть у многих, не у всех, конечно, но тем не менее, алхимик, он не является каким-то суперсильным в уберлейте. Просто он быстрее остальных нафармливает 6 сортов. Ну, рано или поздно он остановится в развитии, это правда, ему нечего будет собирать. Только проблема в том, что ему еще очень много можно чего собрать. Да, и тут опять же аганимы просто шикарные, если посмотреть на пик команды Викинг ДЖ, и Шторм будет рад, и Феникс, я там не знаю, и Баратрум возможно тоже, почему бы и нет. Ну, как минимум, Шторм и Феникс уже неплохо смотрятся с аганимами. Не стал он блинг брать, я не знаю, мне кажется, блинг неплохо бы заходил просто ворваться в какую-то драку. Вот опять залетит бум, в него там все скастует, и просто в этот момент залетает алхимикс на раскачанной банкой и наводит шороху. Ну, решил собираться в такой более надежный неповоротливый билд. Да, нам опять показывают статистику. Смидаса 800 золота сделал себе войдет. Да-да-да, мы видим килл-ассисты. Смог. Посмотрим, удастся ли кого-нибудь найти. Вот алхимика могут попробовать сейчас, шаттут прячется. У него БКБ Тараско, я не знаю, вот у него 72 постоянных регена, которые никак не сбить. Его видят, но от этого не легче. Со сенс рингом на него вообще не хочется. Вообще не хочется. У него БКБ свежее, да, и нужно кого-то другого забирать. Например, Энчант распытаться. Очень быстрая Тараско. БКБ пока что тоже алхимик не тратил. Ну вот, все, смог спалили. Сайберлайт понимает, что все, нужно уходить. Ну, все, как бы, драться не будем. Есть чардж какой-то на аэру уже, да, влетает Арамис, Пангольер, в итоге не стал кставать ультимейт, Супернова была потрачена от Феникса, можно отступить. Хорошо, минус Супернова. Да, вот Бум, сейчас бы Буму ворваться и затянуть кого-то под Супернову, но сейчас он не ворвался. алхимик под ультимейтом, пошла баночка уже, летает здесь Тоби, пошел рассказ в эру, эра пока что живет под Энксвеллом, рассказ залетает, Феникс погибает в итоге. Ну и все, алхимика не пробить. Он там в БКБшке, летает в Юли, Бум тут убегает из драки, в итоге пока только минус эра. Проблема у Войда. Чарли успевает уйти на таймволке, получает банку. БКБ заканчивается, алхимик отступает, байбэк от Эры, за алхимиком до конца, сетка, ну давайте, давайте посмотрим, сможет ли забрать через хроносферу. Тут правда в это время врывается Селери вместе с Бумом и наводит шорох, у Мишу забирают. Алхимика все-таки одолели. Окей, неплохо, Рейдбо спал, драка продолжается, Бум очень битый, пытается уйти из драки, получается вэшбак, хватает маны, чтобы немножко уйти на боллайтинге, но все-таки догоняет его Чарли за счет Тоса, еще один минус. Отлично! Отбились. Для викингов, ой, для непов это, конечно, отлично, но викинги это просто... В плане исполнения я согласен, это очень странная драка от них, что начало, что середина, что конец, то есть непонятно. Совершенно отсутствует синергия у героев, Спиритбрекер и Шторм должны врываться и как раз-таки позволять пока алхимика бьет. Тоби здесь подставляется, врывается Рамис, вступается за младшего, так скажем, своего тиммейта. Неплохо кайтит, на самом деле может получиться под вышку затянули Чарли, Чарли уходит, там в итоге выживает Феникс, Чарли пробивает, он таймволк потратил, Чарли может погибнуть сейчас. Да, его забирают, хорошо, они выиграли время, они выиграли Рошана для себя, судя по всему, они забрали Кэри у команды НИП. Отлично? Гигантское преимущество викингов позволяет им вот даже после таких моментов не давать сопернику забирать ценные объективы. Понятно, что Рошана забирать тяжело. Воид Байбэк, но я не уверен, что это хорошее решение, потому что если викинги подерутся хотя бы чуть-чуть лучше, или даже так же, только без ультимейтов, без спеллов команды НИП, НИП, все будет. Не уверен, что это хорошая идея. Ладно, давайте посмотрим. Шат пока что один бьет Рошана, здесь у нас выигрывает время Селари, БКБшечка имеется, регенится нормально, там Алхимик пошла, баночка уже, Сайберлайт врывается, бум, также здесь, Рошана добивает, Шат забирает Аегис, Радиент ворует Рошана, ну как, тоже добивает в итоге Рошана, в итоге своровать ничего не удалось, минус с Воид после Байбэка, да, и скорее всего это будет 1-1. Это конец, потому что Воид без Байбэка, он тратит очень много денег, сейчас еще и Лину здесь могут подцепить, Химик, к сожалению, блинка у него нет, он не может как-то зачейзить, но и Эра уходит также с блинка, но они отдали очень много, они пошли в улын с этим Рошаном, возможно, НИПы понимали тяжесть своей ситуации, что вот да, они подрались, но здесь, конечно, очень интересная игра, именно с точки зрения аналитики, вот эту игру можно долго разбирать, и, наверное, нужно разбирать, знаешь, с каким-то прям листочком сидеть и записывать, почему так вышло, почему отдавая раз за разом коров, отдавая драки, проигрывая, отдавая своего Алхимика с гигантским Нетверсом, все равно викинги настолько легко эту карту под себя подгребают, с каждой следующей дракой их преимущество становится все больше, 17 тысяч уже, и Алхимик 19 тысяч Нетверса, его забрали каким-то чудом в прошлой драке, потому что у них отсутствует продолжение драки, то есть если Шторм залетает, за ним должен забегать Спиридбрекер, Алхимик, и все вместе они должны драться, у них как-то получается, что Бара бежит в одну секунду, Алхимик в другую, Шторм в третью, в итоге нет никакой синергии. Ну да, не соблюдается вот этот тайминг, который необходим в таком пике. Разрозненно. Да, в любом случае это не мешает викингам спокойно продолжать наращивать преимущество, но у них гораздо проще пик, видишь, не поиграют все-таки от ультимейтов, больше от хроносферы, да, какой-то, а здесь, ну, просто Алхимик, просто я Алхимик, у меня 20 тысяч на 25-й, я иду вперед, ломаю все, что вижу, мне ничего не может остановить. Ну, вообще, в идеале, так должно работать. 25-ая минута, нужно забрать баунти руны, две забирает справа себе, викинги слева, две законтролят НИПы, в этот раз снова поровну, ну и, видимо, нижнюю линию будут пушить сейчас, пока есть Аегис, Аегис еще долго будет действовать, три минуты, поэтому без проблем Т1-Т2 должны забирать. Немножко похоже на матчап антимаг против Войда, где Войд не вывозит темп, тотально причем не вывозит темп и ничего не может с этим поделать. Быстрый Мидас, какие-то фраги, нет, ничего не работает. Только душка Алхимика на линии и затем в лесу могли бы помочь, но уже поздно. Так, Алхимик видит Сайберлайт, Сайберлайт пытается сделать ТП и сделает его. Банч сейчас будет. Я так понимаю, Эра спас сейчас своего тиммейта, потому что Эра засыпала Арамиса, у Арамиса сбился разгон и за счет этого пропал Вижен. На самом деле он мог бы сразу же кинуть, мог бы и не ждать по-хорошему. Может не дотягивать. Окей, ладно. Все это мелочи выживает в любом случае игрок команды не подцепили его, хорошо. Шат наверху, продолжает толкать линию, Кираса скоро, Кираса уже, наверное, летит, да, ему? Я так понимаю. Практически. Да, докупил себе Гиперстоун. Да, все, Кираса поехала. Ну, как бы здесь Кираса, Тараско, БКБ и Рэдденс. Как пробивать такое, что нужно Войду вообще представить, какие артефакты ему нужны для того, чтобы пробить такого химика? Как минимум, хотя бы на уровне по Нетворцу быть. Как минимум. Такое же количество артефактов. А там уж посмотрим, как пойдет. Поэтому Алхимик забирает без проблем Т2 здесь и продолжает толкать линию. Полторы минуты до выпадения Аегиса, можно спокойно попробовать разменять его на Т3. Забрать надо бы... А, Ванпост уже и так под контролем, все окей. Причем мы видим, что мог бы пойти пожестче Сноубол, но в какой-то момент Химик остановился. Но вот если сейчас посмотреть на Войда, вот сюда же вывести какой-то график Войда, то он тоже идет очень-очень плохо, потому что он постоянно куда-то подключался, где-то он дрался, фармил плохо, при этом еще и забирали его. Так, минус. Ну, Алхимик уже вот настолько ему плевать, примерно, на то, что происходит в игре, заходит в наглую уже, забирая здесь. Бум, почувствовал силу. А вот нам график Войда. Да, вот, видно. То есть Войда что-то где-то шел, но все его какие-то бусты выглядят незначительными на фоне даже среднего графика, а его падение выглядит очень жестко. Опять же, если сюда же нет такой возможности, к сожалению, но если сюда же наляпать график Алхимика, это будет какая-то жесть. Там еще и Сливер выпал сейчас для Викингов. Отправляет его пока что там в стэш, заберет, наверное, кто-то. Надо заканчивать. А, Сливер забрал Алхимик. Алхимик забрал. Надо заканчивать. Надо заканчивать прямо сейчас Викингам не давать засплитить. Берет себе Клифф, чтобы еще быстрее толкать линии скорее. Здесь уже фармить особо не нужно с такой скоростью. Да, многие сейчас берут этот талант. Так что нормально. Даже если у тебя все неудачно сложилось и на линии. То есть, ничего страшного, очень популярно. Инвиз забирает себе в бутылочку Шторм. Аегис выпадет буквально сейчас уже, да. Но, видимо, реализовать его не успевают никак уже. Викинги отступят. Напрямую, скажем так, не реализовали. Так, Инча. Инча все видит, но не успевает отступить. Да. Здесь, скорее всего, Селари заберут. Заберут. В пятером аж забирают бедную Инчантрас. Что поделать? Пора, мне кажется, обозначить какой-то вот временной лимит, потому что сейчас викинги далеко впереди, но у Нипов хороший потенциал. Им просто не хватает банальных шмоток и уровня. Вот этих 22 тысяч им и не хватает. Если затянут викинги, шансы у Нипов могут появиться. Затягивать не нужно. Ну вот сейчас под смог. Возможно, Нипы кого-то поймает под хроносферу, но не уверен, но, возможно, смог этот видели викинги, потому что там вижены есть в миде. Возможно, Вард спалил. Очень хорошо все читают, спрячутся под вышку. Да, скорее всего, спалили как раз-таки смог атаку, иначе я не думаю, что они вот так вот ушли бы под Т2 и стояли бы, а пока ждали. Безусловно. Да, видели все. Тоби тоже спрятался. В итоге смог был потрачен, никого не подцепили. Ну и все, продолжаем фармить. Там Абистол Блэйд скоро появится для Шада. Еще проще будет врываться в драке. Что ему еще дальше можно собрать? Да ничего не нужно. Трвала, мушард. Нужно идти заканчивать. Не нужно ничего собирать, потому что это уже лифт. Эру нашли. Эру здесь нашли, бежит сюда уже Арамис, и Эра уже погиб. Та самая Умаева сейчас произойдет. Оставляли Шторму, в итоге не оставили. Ну, короче, ладно, забрали и забрали. 70 секунд. Потихоньку, потихоньку подбираются викинги к хайграунду. Медленно, но верно. Там Шад, один идет. Нет, ладно, не один. Тут рядышком уже находится также Селари. Пошла баночка. Шад. Сейчас взорвется, скорее всего. Арамис до конца за Сайберлайтом. Сайберлайт здесь. У него есть еще ультимейн. Он его не стал в итоге раскастовывать. Есть Свэшбакл. Продолжает нанцевать. Его видят, по идее. Башек не прокает. Окей. Повезло как. Ну, никак не могут подобраться к хайграунду викинги. Хотя, конечно, преимущество их растет. И пока что их все устраивает. О, Аркан Руна. Ой-ой-ой. Очень опасный момент сейчас. Бум с Сайленсом с 19-ю зарядами в Бладстоуне с Аркан Руной реально может натворить делов. Вместе с Алхимиком сейчас. Там Феникс там пошел. Да, и Бум уже полетел. Бум уже полетел. Нападают здесь на Мишу. Миша под Сайленсом. Миша умер. Хорошо. Еще один минус. Пытаются пока что как-то в сплит-пуш играть Нипы. Это все, что им остается. Невозможно сплитить из-за Бара. Как только Бара видит любую цель он нажимает одну кнопку и летит и все. И ты на таймере оказываешься. Ну вот сейчас Чарли, наверное, появится на линии. Здесь неподалеку уже находится Селари. Нету шторма. Нет-нет. Он просто идет вперед до конца. БКБ готово. БКБшка это, конечно, замечательно. Но чем вот этого парня пробивать? Его нужно как-то напоследок оставлять. Пытаться забирать. Ну, либо в начале. Либо да. Шанс того, что он окажется прям один далеко это крайне маловероятно мне кажется. Но вот забрать тиммейтов и оставить алхимика напоследок возможно. Хотя за это время он демеджи столько раздаст что мало не покажется. Сложная ситуация. Здесь нет какого-то рецепта нормального для Нипов. Потому что Нипов нужно играть именно от того что делают викинги. Вот викинги ошибутся нужно будет разбираться. Опять же выиграть одну драку прям в салат если это полностью вернет Нипов. Но как ее выиграть я честно сказать не знаю. Интересно кому аганим будет от Шада. Уикбай Шторму или же Фениксу. Ну это два кандидата первых. Я думаю Шторму или Барри. Потому что Феникс это конечно очень сильный аганим. Но здесь как бы ему Супернову все равно вряд ли сломают с одной стороны. С другой стороны кого-то сейвить в Супернове это довольно рискованная надея. Можно Алхимика засовет например. Супернову засоснуть нулевой. Сюда иди и подстави. Смог сейчас будет Адар. Очень важный выход от Нипов. Потому что есть Рошан если они сейчас выигрывают драку они могут забрать Рошана. Воет что-то подбирает очень грамотно делает Чарли потому что забирается с Курьера чтобы не палиться. Выходят все вместе но не Инча нужно не Инча. Ну видимо Инча будет. Видимо будет Инча. Да увидели Селари не хотят нападать но нападает Эра уже да. забирает Селари хотя нет не хватает урона сюда уже бежит Арамис врывается бум атака захлебнулась Миша получает стан под Саленцем Миша сейчас скорее всего догорит прыгает Чарли хорошая хроносфера по двоим но где дэмэдж? Лагунов двоих неплохая но урона не хватает сейчас будет Супернова от Феникса Тинни погибает Лина погибает Супернова ставится урона по Супернове уже нет это конец это 1-1 проигранная драка должны понимать прекрасно Нипы что они ничего не могут сделать которая только могла быть для них они в принципе все неплохо сделали и хрона была хорошая и лагуна залетела но просто нет урона не могут пробить уже 31 тысяча не знаю почему не пишут ГГ возможно надеяться на то что викинги где-то закинут там полезут под фонтан но других надежд нет мы видим насколько все просто насколько все легко и это при том что алхимик вот только сейчас дошел до своих 6 слотов у него еще есть опция муншарда есть опция раздарить аганима взять аганим себе потом БКБ на шторме шторм тоже очень сильный феникс тоже очень сильный ну собственно последняя драка видимо будет сейчас но я даже не знаю как это назвать дракой я не знаю как им драться у них нет хрона еще очень долго есть конечно Лина которая там может как-то заберст и забрать ну условно какую-нибудь энчантрос да ну шторма я уже не представляю как забрать не особо может энчантрос последний раз питала по-моему вся весь проказ а кого здесь еще забирать братрума тоже тоже не можешь пробить шторма но тоже вряд ли плюс у него аегис ладно про феникса с алхимиком я вообще молчу как бы здесь ну есть отличная другая опция довольно таки я бы сказал две буквы написать довольно таки революционный метод написать GG и гол третью ну либо так но смог в любом случае разбивают нас викинги полетел уже бум не успевая здесь немножко затенить и не ушел улетает также и пангольер вот он аганим и кто же будет счастливым обладателем этого артефакта ну видимо бара ну потому что они там вдвоем нех ему больше подарить ты ты знаешь купил цветы но больше не да да я понимаю но я не вижу бафа пока не пока нет так закинули здесь феникса тем временем попробуют по-быстрому забрать неплохо бару еще остановили агуна пошла хорошо пробивает но феникса не хватило урона чтобы пробить и прыгать алхимик и просто начинает шинковать пошла супернова минус воид воида байбека нет поймали здесь еще и сайберлайта есть у него байбек надо делать да но гг Миша наш человек русские не сдаются они пишут гг на второй карте алхимик в итоге себе оставил аганим никому не отдал окей ладно мы гадали гадали но пожарничать ему тоже неплохо возможно он не успел отдать потому что игра закончилась быстрее все ну окей это мелочь да отличная карта от викингов но я до сих пор не могу объяснить как так вышло ну видимо просто самое логичное объяснение алхимик слишком быстро фармил но тем не менее отдавать вот столько фрагов такую свободу действия оппоненту и все равно настолько легко победить это у тебя должна быть очень хорошая стратегия именно на стадии драфта и на стадии лейнинга очень нужно все качественно провести с чем викинги исправились что касается непоов ну тяжко было уже буквально там к 15 минуте было видно что химика они никак не пробивают а к концовке игры получилось так что они не пробивают в принципе ни одного героя сегодня ни феникса не смогли зафокусить никого либо другого ну и получилось один-один посмотрим что скажет аналитика согласитесь после этой карты стало за викингов как-то поспокойнее вот вроде ребята все еще в обоими все еще в порядке могут выигрывать в доту пикнули алхимика оппонент к алхимику оказался не готов вот я его когда предлагал на драфтах и у меня было ощущение что просто ну вот не все же команды по-любому против алхимика тренировались не все помнят как надо с ним играть и в конечном итоге вот пожалуйста и ты был прав и это довольно странно сколько они просто не находятся ну как вот на стольке его отпускать фулл фри линия ушел в лес и они за все время один раз вышли всей командой ну четыре человека пришли и двух потеряли при этом да забрав алхимика который такой ну ладно лучший таймер на радианс 20 минут уже тараска принес да кстати вот как раз выбор тараски по-моему единственное наверное спорное решение которое алхимик принял потому что после того как он ее купил в одном из файтов не в этом но в каком-то другом там повыше был момент где он погибнет но вот это не как не сказать тараска мы уберем с любыми салтами учитывая насколько его тиммейты странно провязали свои обилки да ну к буму есть вопросы в этой игре да он бегал с пятью смертями где-то уже в мидгейме смотри первый вопрос то есть ему нужно было по-спейскретии для алхимика наверное в целом с этой задачей он справился другое дело методы достижения спейскретинга потому что он просто на флуман вылетает под вышку четырех героев умирает ну так это смотри как работает ты сначала фидишь своих соперников а потом когда алхимик их забирает получает больше голды звучит разумно а теперь смотрим хайлайт той самой драки по идее где вот пять в пять разбили смок на вардах ребята из НИПов то есть их прекрасно видели караулили и ждали алхимик официально поставлялся и в итоге вот старт файта будет примерно так а это драка ничем не закончится да когда у тебя спидбэкер решил не ультить ну то есть скорее даже не смог и штор не полетел никого не цепанул то есть все и со фениксом никуда причем он залетел на дайве и спустился на дайве то есть у тебя еще феникс без муфспыла остался да это надо наказывать пошел фокус по фениксу начинается файт бкбшки там тоже туда-сюда очень много отдают феникса который уже супернову потратил типа да то есть возможно его просто не стоило трогать но в любом случае здесь подрались потратили у себя почти ничего противника бкб минус с ультиммейт феникса и сам феникс минус байбека там нет все хорошо есть хрона и вот сейчас они будут краски под конец ультимейта алхимик он только опустил ульки инста прыгает войд говорит ставим делейшн стопе и начинает его впустить урона хватает да и здесь не важно в рамках такого файта вот такого позиционки такой вот такого дайва и всего прочего любой слот за те же деньги ничего бы ему тут не дал поэтому тараско в целом глобально норм потому что у тебя бежит алхимик у него первые два слота это два брейсера плюс ПТ большой левел и дальше тараско с бкбшкой но есть ощущение что просто тараско дала бы ему значительно больше если бы он ее купил с лотом более поздним возможно но с лотой на выживаемость у него мне кажется может быть более приоритет важный момент что ты купил на 20 минуте 20 минута алхимик вот в лесу команда не готова типа соперники у него 3300 здоровья без ультимейта без ничего то есть просто 3300 и ну им нужно все реально все ему нужна лагуна им нужна хроносфера долго бить чтобы никто не трогал их чтобы этого алхимика взять а вот здесь карта проигрывает и больше они его не возьмут и здесь да им нужно брать Альшана полезли пофайнице с тремя героями противника они посчитали что раз там нет алхимика и шторма то все у нас сейчас получится но у вас то тоже ничего нет у вас потраченная хроносфера у вас все в кд практически там мультлимин хорошо появился уже и это же тот самый момент где Войт выкупится да сейчас да они напали на Альшана это вот уже выкуп Войда это приговор потому что он и так летит алхимику более 10 тысяч да условно если он выкупается то все на этом игра заканчивается невозможно уже камбэкнуть против такого алхимика конкретно Войду да здесь надо абсолютно чтобы викинги уже закинули что в целом невозможно такой перефарм то есть правильно использование своих обилок это будет Войду стоять купить в Сумидас и вообще никуда не бегать просто фармить если к ним пришли ставить хроны чтобы команда щит урон поскольку у них герои типа лучше как раз таки душила алхимика сбивая ему темп добирай темп в Войду и потом уже слоты в слоты драться другие алхимика отпустили Войду стал бегать нам показывали вот его вот линию фарма которая все время даже с Мидасом была чуть ниже средней в среднем а потом а потом еще байбэк там совсем немножко он вышел относительно средний за счет Мидаса не вышел а зашел в холодную воду чуть-чуть прям совсем потом он после байбэка все это растерял просто не смог вернуться обряд провел и вот следующий файт где ребята понимают что уже проиграли даже на энчантрес не хватает условно идут ваймапу пострелять по ботам смотреть то есть что мы можем то есть когда зашли обильки покидали файт в котором лучшее из возможных позиционных и все прочее вообще ни на кого урон не хватило ребята сдались нам соревнования да вот просто при прочих равных Нипы же выиграли бы эту драку там двое под куполом двое под другом при равных это при фарме одинаково ну хотя бы хотя бы тысяч 7 до 8 лететь ну не 20 ну тут уже тридцатку они летели да ну одним словом Викинг в порядке не были готовы судя по всему знаешь что самый крутой пока за два дня у Викингов Арамис Арамис то что он делает два дня если честно меня так радует что на Клокверках своих что на Спирит Брейкере что на Фениксе что на Фениксе ну он реально ну ладно ну у всех бывает у всех бывает но в победных матчах или в почти победных он действительно отыгрывает на высочайшем уровне Бум может просесть где-то ну может а где-то и он звездит Шат иногда может ну закерировать уже поближе к концу то есть он может провалить начало опять же не от него это зачастую зависит если сложная линия какая-то совсем дикая и на его героях тяжело но Арамис то что он делает это действительно потрясающе Баратрум он чувствует давай так Баратрум и Клокверк на этом сочтемся не все да умеют на Баратруме сейчас правильно играть и приносить пользу там с первой минуты что ж пока предсказание вернее пожелание Димы Ласта сбывается или по крайней мере оно еще может быть я хотел чтобы Викинги выиграли я за них болею в этой группе пусть побеждают надеюсь что и третью тоже дожмут супер да третья так или иначе друзья она нас же с вами ждет а пока заходите на cybersport.ru для того чтобы посмотреть еще больше статистики по этой серии и по прошедшим матчам Immortal Division в том числе оставайтесь с нами скоро вернемся пока застал пока застал